Привет, друзья, с вами Кристина, и в этом видео я вам покажу вторую часть моего видео про вдохновение. Сейчас я в первой части вам показывала и рассказывала, что мне прислали журналы, и эти журналы довольно раритетные. Если вы не видели первое видео, то обязательно посмотрите, там много чего интересного, не пропустите, вас ждет действительно много вдохновения. Ну а мы продолжим, покажу вам, что здесь, в этом видео вас ждет. Журнал 1966-1967 года, лузки и юбки. Также модели Гума на каждый день, мода 70-х. Вот такой вот экземпляр. Я даже думаю, что это чьи-то пометки. И если есть среди моих читателей люди, которые покупали подобные вещи, я даже не знаю, может быть это, ну да, это точно цена, тут вот написано. То обязательно напишите ваше мнение по поводу вот этих экземпляров. Сохранились ли они у вас, сшили ли вы по этим выкройкам, и получалось ли сшить по этим выкройкам прекрасные изделия. Также покажу вам остальные части журнальчиков. Здесь вот такой вот, кстати, с выкройкой. Покажу вам, что ждет вас в этих прекрасных черных пакетах. Так, пожалуй, я начну сегодняшний свой показ. С этого любопытного журнала. Здесь у нас довольно интересный формат, такой, на такой пружинке. Здесь у нас оглавление. Да, и дальше мы уже поехали смотреть, что здесь как-то выглядит. Мне, кстати, нравится этот формат. Выглядит здорово. Так, вот, смотрите, здесь у нас сразу же выкройка, да, как можно это все сделать. И есть тестовый квадрат. То есть, по сути, можно самостоятельно прям сделать вот этот обалденный вариант. Как вам? Вот этот жакет вполне применим для реальных, наших современных образов. Такой прекрасный жакет и платье. Вот этот мне очень нравится вариант. Выглядит обалденно. Кстати, есть даже технический рисунок спинки. Да, очень красиво. Вот этот момент мне понравился. Прямо довольно любопытно это все сделано. Да, действительно, так все и есть. Здесь кармашки спрятаны с листочками. Сумочка. Есть такая сумочка. Можно, смело можно делать подобный образ. Двестные петельки. О, ну это вообще шедевр. Прямо чаще. так дальше поехали здесь это явно кто-то собирал да то есть прям здесь вырезки из разных разных моделей и журнальчиков ну прям как мы собираем на только мы собираем например и не в телефоне девушки раньше собирали вот в таком формате здесь интересно посмотреть какой вкус был у человека вот этот прикольный вариант башки вот это платье мне понравилось очень понравилось это платье не знаю возможно она прямо супер джета но здесь мне очень нравится во-первых нижняя часть нашего рукава вот эти элементы я видела в каком-то фильме подобную рубашку слушайте это выглядит очень очень действительно необычно и очень достойно прям прям стиль максимальный люкс до платье в таком премиум сегменте даже плечики немного расширена это красивое платье достойное зелененькое кстати довольно прикольное где-то же ведь написано экспериментальные мастерские центрального универмага москва петровка 2 так следующий журнал у нас мода 70-х но здесь эти журнале журнал тоже интересные без туда даже вот возможно вы крючку себе сделать все есть размеры как и что но здесь я конечно же смотрю только на модели которые здесь присутствуют вот это мне нравится рабочий день вот этот кстати интересная история интересный вот это тоже вот этот вариант мне тоже нравится платье школьное такой вырез я видела у кого-то в каком-то платье современном вот здесь и как-то там дальше шло так дальше мы едем здесь у нас журнал наверное долго я останавливаться на этом журнале не буду здесь абстрактные рисунки здесь такие гипер увеличенные плечи это у нас конечно же так стать какого года это журнал интересно 85 здесь у нас журнал 85 года и конечно же мы видим прям акцент на плечи вот это кстати хорошая история я видела у нескольких дизайнеров даже примерно подобный стиль платья таком стиле то также видела мне кажется мало у меня что-то подобное шило да видите даже девушки нарисованы такими большими плечами у нас сейчас тоже акцент на плечи моды по что вам нравится больше вот этот стиль или же вот этот стиль напишите в комментариях вы это более женственная какие-то модели или вам нравится что-то такое гипер оверсайз может быть акцент на плечи очень интересно напишите в комментариях вот еще тоже шикарно так ты нас здесь журнал блузки и юбки какого года 66 то же времена моей бабушки молодости моей бабушки вот эти вполне себе можно применять интересно действительно интересно ободочки да вот эти вот шляпы акцентные аксессуары посмотрите насколько красиво на дополнение как только вы дополните свой образ по рубашкой и каким-нибудь красивым аксессуаром да то все образ прям приобретает новый новое прочтение вот 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 так сейчас у нас такие журнала мы с вами продолжаем это уже наше второе видео про вдохновение и про журналы расскажите свое мнение в комментариях насколько вам нравятся модели что для вас значит эти модели интересно ли вам смотреть на на такие немного ретро образы что вы чувствуете аромат конечно вот всего этого здесь не передать через это видео но может себе представить аромат достойный прям такой знаете либо библиотекарский мне нравится я люблю книги я люблю журналы и в детстве я очень часто зависала на журнала бурда моей мамы достаточно большая была коллекция журналов бурда когда я была маленькая одно из моих таких вот классных развлечений это было смотреть на не рассматривать журналы я привык очень любила меня вдохновляли модели да я наверно особо ничего не понимала как например сейчас до своей головой а что летом внедрила куда чего ну тогда я просто смотрела на красоту до радовалась а сейчас вот в моих руках и еще более старые экземпляры здесь необычные модели сейчас вам все покажу так первым видео я вам уже рассказывала про вот эти фотографии то есть это получается люди сделали фотографии да возможно даже в библиотеке но мы не знаем как это было просто мои догадки и здесь можно просматривать на этом прямо действительно фотография здорово что люди находчивые по-настоящему находчивый да здесь конечно огромное количество я уже немного потерялась некоторые модели мне почему-то кажется что я их уже видела хотя здесь мода примерно 60 и 50 и так что все многие модели мы уже видели на с вами посмотрите ну тут здесь также женственность присутствуют прям рюшечки и акцент на наталью здесь это что-то в стиле coco chanel на жакеты очень-очень-очень мне это нравится вот здесь можно прям по-настоящему зависнуть вот так же красивые и головные уборы но я здесь на все смотрю на сумочке и на перчатки кстати заметьте что у многих перчатки в руках зонтик здесь прям можно рассматривать и рассматривать да как что это было выглядит очень красиво посмотрите какой здесь элемент на платье мне кажется даже можно было бы стену свое так красиво в новой своей мастерской обязательно сделаю стену для этих прекрасных образов так что у нас здесь здесь у нас так также фотографии журнала правда у меня нет здесь нет какого-то оглавление то есть просто фотографии не сложно найти концы на что это вообще откуда чего так быстренько пробежимся я даже не понимаю что за язык точно не английский может быть немецкий смотрите какая юбка здорово и вот этот элемент всегда когда я рассматриваю здесь журнал я видите акцент делаю на разные нюансы для этого здесь элемент то есть вы также смотрите на эти журналы не смотрите что это просто чисто образ на и как-то вообще применить смотрите рассматривая разные нюансы на вот здесь видно какое интересное моделирование на просто шикарно выглядит вот это уже девушка фотография на как она шила платье очень круто с перчаточками вот здесь есть прям обложка что первый год вот еще одна обложка и мы понимаем откуда ноги растут возможно кстати и вот эти да стоило отнести в другое видео чтобы было более информативно да что мне кажется перенасыщение информации тоже плохо но здесь если хотите могу снять еще одно видео где подробно мы с вами поговорим про какие-то модели если нужно такое видео обязательно пишите в комментариях пока мы просто бегло посмотрим вот еще одно готовое изделие такая вода до андрей хепперн разные рукава вот как можно сделать да не просто вот эти кстати смотрите здесь любопытно 55 разных рукавов обалдеть здесь у нас юбки вот здесь похоже здесь показано схема моделирования до из основы и вот сколько можно сделать прекрасных моделей юбки тоже немаловажная картинка о том как правильно снять мерки друзья это все что я вам хотела показать и в этих двух видео про мои журналы мне даже появилась мысль и съездить на блошиный рынок поискать какие-нибудь журналы а именно самостоятельно не выбирать туда покопаться а именно самостоятельно поискать может быть даже в каком-нибудь другом городе если куда-нибудь я намылись в путешествие обязательно что-нибудь посмотрю мне очень интересно смотреть именно на такие вот старые модели конечно же я в курсе всех событий какие существуют сейчас на модели новых сезонов также смотрю на это внимательно так сама разрабатываю выкройки и для меня это важно в этих видео я захотела вас вдохновить на этот год чтобы вы ни в коем случае не унывали смотрели вдохновлялись придумывали какие-нибудь разные пути решения например если базовая выкройка в ваших руках то не стоит шить просто по выкройке придумайте какие-нибудь классные дополнения или на свои и это будет уже лично ваша разработка такая вот добавить какой-нибудь индивидуальность модель всегда классно ну я наверно буду закругляться и это все что я вам хотел показать в этих видео если вам понравилось то обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал на канале будет довольно много интересных видео дальше буду снимать буду вас вдохновлять будем шить будем рисовать будем чудить и только радоваться каким у нас классные получаются результаты ну а на этом все с вами была кристина до новых встреч и пока пока